До 190 новых случаев инфицирования ежедневно. Статистика заболеваемости в Самарской области по сравнению с декабрем упала почти в два раза. В том числе, как считают эксперты, благодаря вакцинации и усиленным санитарным мерам. Но расслабляться не время. Ровно год назад в ковидные госпитали поступало в 9 раз меньше больных. Поэтому требования по масочному режиму в городе остаются первостепенными. Мы предупреждаем и свой экипаж, личный состав о том, что ни вакцинация, ни теплые дни не освобождают от ношения масок, защитных средств. В любом случае, в общественных местах, в общественном транспорте пассажиры и наш экипаж должны быть в масках. Каждую неделю в городе проходит не менее 60 рейдов по соблюдению масочного режима. Проверяют все виды транспорта без исключения. Ярых антимасочников могут не только высадить из салона, но и привлечь к административной ответственности. В рейдах участвуют сотрудники полиции. Но чаще всего обходятся замечания. Практика показывает, что маски есть у большинства пассажиров. И на лапу. Но маска у вас всегда с собой? Да, с собой, да. Конечно. Когда мне говорят, я одеваю всегда. Вот только надевать маску нужно без предупреждения, напоминает в городском департаменте транспорта. Контроль усиливают, ведь приближаются майские каникулы. Впереди у нас стартуют перевозки на дачи, стартуют перевозки на кладбище. И мы хотим предупредить наших уважаемых дачников, пассажиров о том, что граждане, которые не будут в масках, они в транспорт при осуществлении этих массовых перевозок допускаться не будут. Я в деревне на полгода уезжаю, а все лето. Как говорили, что надо надеваться, чтобы не заражаться. Вот и носим. Ни разу без маски не ездил. Мы так никогда не вылечить, если не будем ходить. Надо соблюдать. Рейды по соблюдению масочного режима будут проходить в Самаре до полного снятия карантинных мер. Только за минувшую неделю контролеры высадили 181 пассажира, а на 23 из них составили протоколы. В общей сложности за все время проведения подобных рейдов 3130 самарцам было отказано в проезде. Всем из-за нежелания надевать маску в условиях пандемии. А количество протоколов на антимасочников перевалило за 3,5 сотни. Гульфия Сафина, Григорий Пешаков. События.